Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Райта. И сегодня, а точнее пару дней назад, произошло очень знаменательное событие. Увидела, наконец-таки, свет Blu-ray издания фильма Макото Синкая, Кими Нунава. Твое имя. Я, конечно же, его посмотрел, и мне очень хочется поделиться своими впечатлениями. Вообще, с этим фильмом довольно занимательная история. Дело в том, что вышел-то он уже год назад, впервые показали его на аниме-экспо в июле, а с 26 августа он шел во всех кинотеатрах Японии. Но, в отличие от большинства фильмов, которые месяц или пару месяцев прокатываются в кино, и потом через полгода выходят на дисках, этот фильм постигла совершенно другая участь. Вообще, фильм о Синкае это всегда большое событие, у него есть своя крепкая фан-база, каждую его ленту ждут с нетерпением, что же Маэстро покажет на этот раз. Но то, что произошло с этим фильмом, мне кажется, удивило даже самого Синкая, поскольку этот фильм взорвал Японию, взорвал весь мир, став лучшей работой Маэстро за всю его карьеру. Сюжет рассказывает нам о двух подростках, девочке Митсуха, из маленького городка где-то в горах, и мальчики Таки из Токио. Однажды утром эти двое просыпаются и обнаруживают, что находятся не в своих телах. Поначалу они думают, что это просто очень яркий сон, но так как это несет за собой довольно-таки забавные последствия в их реальную жизнь, которую при этом сложно не заметить их коллегам и друзьям, они понимают, что все это за правду. Пока они, собственно, пытаются разобраться, в чем же дело, они решают оставлять друг другу заметки, записки в телефонах, и даже пишут на руках и на лице, что делать можно, что нельзя, как не сильно влиять на их повседневную жизнь. Потому что когда они возвращаются в свое тело, события предыдущего дня почти полностью стираются из их памяти. Когда начинаешь смотреть этот фильм, посещает довольно странное ощущение. Дело в том, что вначале это вроде как Синкай, но сразу начинается комедия, легкая обнаженочка, милая школьная жизнь, и это не Синкай, вообще не похоже на него. Однако со временем это проходит, поскольку, во-первых, все штрихи маэстро на месте, эти прекрасные образы предметов, пейзажи, облака, поезда, великолепная игра света и тени, и, во-вторых, на экране начинает развиваться действительно очень смешная комедия. Здесь все не так тупо, как вот в этих дурацких комедиях про перемену полов. Здесь все гораздо интереснее. В какой-то момент их замены внезапно прекращаются. И, естественно, все это не могло пройти бесследно, в них обоих остаются какие-то чувства, и так и решает попытаться найти эту девочку в реальности. Хотя он даже не помнит ее имени, он помнит то место, где ее видел, и по рисунку пытается его отыскать. В этот момент тебе совершенно четко кажется, что ты понимаешь, что сейчас будет. Ты думаешь, ага, сейчас он вот будет ее искать, потом он туда поедет, и в итоге они встретятся. На этом фильм закончится. Но это только половина фильма. И вторая половина фильма – это что-то совершенно другое. Сюжет принимает такой оборот, которого вообще не ждешь. Настроение кардинально меняется. Градус напряжения подскакивает под самую макушку. Ты постоянно путаешься в мыслях. Ты не понимаешь, как же в итоге вырубит эта история, чем же все это в итоге закончится, хорошо ли это будет или плохо. При этом твоими эмоциями жонглируют, как хотят. И вот все это продолжается до самой последней секунды, до самого последнего кадра, и только вот на титрах удается выдохнуть. Честно, я смотрел этот фильм днем на свою беду, и морально он меня извел так, что остаток дня что-то делать вообще не хотелось, и не было никаких сил. Правда. Если вы сильные эмоциональные люди, такие как я, то советую вам смотреть этот фильм все-таки вечером, чтобы вы посмотрели, попытались это переварить, и легли спать. Такое вот кино. Я вообще не ожидал, что будет так, и что Синкай выдаст что-то подобное этому. «Твое имя» — это вторая попытка Синкая выйти в большое кино. Первая была с фильмом «Ловцы забытых голосов», и тогда это получилось не то, чтобы очень успешно. Да, это был прекрасный фильм, там была Синкайская атмосфера, но больше все-таки он был похож на фильм «Миядзаки». А вот «Твое имя» — это всецело Синкайское произведение. Здесь он собрал весь свой опыт, сделал что-то совершенно новое для себя, при этом взяв еще все лучшее из всех своих предыдущих фильмов, и у него получилось вот такое грандиозное произведение с великолепным сюжетом, чарующим визуальным рядом, прекрасной музыкой, за которую, кстати, отвечает группа «Радвимс» на этот раз. И что самое главное, теперь уже этот фильм стал настоящей историей анимации, и его полюбил абсолютно весь мир. Я не представляю, что сейчас чувствует Макото Синкай, что вообще чувствует человек, который создал что-то настолько великое, и как он теперь будет снимать свой следующий фильм, учитывая ту планочку, которую он сам себе поставил. Но тем не менее, как огромный фанат его творчества, я искренне рад за его успех, я рад, что он наконец-таки получил абсолютно заслуженное мировое признание, ну вот, всецелое мировое признание, и за фильм Кими Нонава, говорю ему огромное спасибо. Это великолепный фильм, однозначно ставший теперь уже моим любимым, и, наверное, даже более любимым, чем 5 см в секунду. Я, честно говоря, вообще всегда не хотел, чтобы Синкай выходил за пределы камерных историй, я думал, что у него это не получится, особенно после Ловцов, но, видя этот фильм, я понимаю, что он мог сделать лучше, и он сделал лучше. Если вы не смотрели этот фильм, обязательно это сделайте, вышел Blu-ray как раз самое время, и даже если вы не являетесь фанатом творчества Синкайя, тоже смотрите этот фильм, я думаю, что вы свое мнение поменяете. На этом все. Продолжение следует...